Здравствуйте, дорогие зрители моего канала, который посвящен кинодраматургии, киноискусству. Сегодня мы поговорим про то, как писать хорроры. Небольшая преамбула. Это видео и мой канал, в принципе, настроен скорее для тех, кто является режиссерами, которые сами пишут сценарии, либо хотят улучшить свой сценарий, или для сценаристов. В меньшей степени это для актеров и операторов. Конечно, я не буду рассказывать сейчас про атмосферу, и в том числе и потому, что я, наверное, не очень хорошо разбираюсь, как ее донести. То есть в моей голове они классные, но как создать? Это уже камеры, фокусы, это все не ко мне. Цветы коррекции, музыка не про меня. Но то, что про меня, это именно как сконструировать сюжет. То есть не про диалоги, а про конструирование сюжета хорроров. В принципе, есть мнение, что хоррор — это некоторый вид такой детектива, где мы пытаемся угадать, откуда появилось зло. Об этом в этих видео мы как раз подробно и поговорим. Но я хочу привести все-таки более устойчивую теорию, которую я нигде не видел, и которую я рекомендую прислушаться тех, кто действительно хочет глубоко разбираться в кино. Это о жанровом разнообразии. Что, по сути, есть четыре базовые эмоции, которые определяют жанр. Четыре базовых мотивации персонажа. Это важно. То есть большинство киношников, как я вижу, воспринимают фильм, определяют его жанр по настроению общему. То есть если там было бух-бабах, значит боевик. Если там было страшно, значит хоррор. Если там были шутки, то это комедия. Все не совсем так. Есть четыре базовых мотивации персонажа, главного героя, за которым мы следим, кем бы он там ни был. И от этой базовой мотивации зависит жанр фильма. Более подробно я в других видео расскажу, но если касаться хоррора, то базовая мотивация персонажа, главного, должна быть искупление вины. Это достаточно странная вещь, но это некоторая месть самому себе. Если базовая мотивация — это месть, то в жанрах хоррора зритель наблюдает за персонажем, который хочет искупить вину. И то, чему учат нас эти фильмы, почему какие-то фильмы, хорроры мы посмотрели и забыли, какие запомнили навсегда, они вошли в историю, связаны не только с художественным решением, но всегда связаны с структурой сценария. Всегда связаны с четкостью обоснования, мотивации главного героя. Я приведу пример. Например, в фильме «Мама» главная героиня искупает вину, которая с самого начала заявляется, что она не хочет иметь детей. И вся история построена таким образом, что она в итоге искупает эту вину. В фильме «Астрал» мужчина, главный герой, отец семейства, искупает вину того, что недостаточно внимания уделял своей семье. Там это сделано не очень четко, и вы увидите, как эти ошибки влияют на сценарий, если пересмотрите вместе со мной. В фильме «Пила» очень четко показано, что каждый из героев, именно поэтому нас этот фильм держит 8 фильмов франшизы, или 9 даже, потому что каждый герой, попавший в трудную жизненную ситуацию, уже иронично я это пытаюсь сказать, он виноват в чем-то. Давайте разбирать более подробно. То есть вот эта мотивация, она очень важна. Но о ней мы скажем чуть позже. То есть когда вы задумываете фильм ужасов, придумываете, в чем будет ваш герой виноват. Причем он хорошо, если он с самого начала это не знает, а то к концу фильма выясняется. И это будет нашим как раз детективом, почему именно этот герой попал именно в эту ситуацию, почему именно за ним гонятся чудовища. Но об этом мы поговорим подробнее. Смотрите следующее видео. Субтитры сделал DimaTorzok